Музыка Вот-вот вы уже все выбрали, все посмотрели, хотите заплатить, мимо проходящий человек, просто прохожий, да, и вдруг он говорит, я вам это не советую. Ты думаешь, кто тебя просил это говорить, ты уже перестал покупать и начинаешь думать. И он говорит, они афристы, или потом, там чуть-чуть дальше есть лучше и дешевле. Кто переживал такие вещи? На базаре это часто было, когда с Татьяной ходишь на привоз, там раз-раз будут проходить мимо и даст тебе всегда совет. Знаете, для мужчин у меня тоже есть совет. Если женщина спрашивает у тебя совета, задай ей наводящие вопросы. Это позволит тебе понять, какой именно совет она хочет услышать от тебя. Вы поняли, мужчины? Задумались. Почему? Как мы иногда вот любим людям давать советы? Замечали ли вы или нет? Как мы вообще в жизни любим давать людям советы? Вовремя, не вовремя. Надо сказать то, что вы ему думаете, что он говорит. И мы раздаем эти различные советы любимым, прохожим, чужим, ценные советы, когда нас об этом просят. Особенно, когда нас об этом не просят. Мы хотим все равно высказать свою точку зрения по тому или по другому вообще вопросу. При этом сами почему-то с особым постоянством выбираем неверные решения, попадая на глупейшие ситуации. Почему, например, даже образованные люди, ну уже дверь диссертации написали, умные люди, разумные, нередко попадаются на классические схемы очередных мошенников. На разводы, на телефоны, буквально недавно, да, у Олега, друг Олег начинает просить деньги у всех людей во всем мире, как будто ему уже все, жизнь закончилась, нужно 2000 гривен. Как будто 10 просил, да, 10 просили. И сразу все люди начинают спрашивать, что у него случилось? А что-то, он что, в долгах? Какие-то еще? Мне люди взводят из Германии, говорят, я вообще-то хочу спросить, зачем ему денег столько? У нас почему люди образованные и даже довольно, знаете, умные попадаются на схемы очередных мошенников? Верят заманчивым рекламам. Вещи, которые мы покупаем, они ломаются через 5 минут или что-то еще. Именно эту вещь вы должны купить. И тебе дают 300 разных причин, почему эту вещь вы должны именно купить. Не в магазине, а у меня. Вы понимаете, да? Верят именно вот обещаниям. Участвуют в сомнительных конкурсах, лотереях. Типа, знаете, таких предлагают различные рецепты тети Цили, которые перепробовала их на собственной шкуре. И непонятно, от чего она умерла. То ли от старости, то ли от передозов собственных рецептов эликсира молодости и красоты. Это я сам придумал. Я думаю, как в жизни, да? Почему люди именно касаются этого? Когда нам люди обращаются со советом, то почему-то всегда мы готовы помочь. Вы замечали с собой, что если человек спрашивает, мы вдруг включаем умного человека. У нас сразу прояснение приходит. Мы обдумываем проблему с видом умного, разбирающего человека. Мы проявляем чудеса рациональности. Мы начинаем четко выставлять цепь событий, рационального подхода. Мы думаем разумные вещи, даем детальные советы. Мы просто эксперты в советах. Но когда же мы сами попадаем в аналогичную ситуацию, то вся наша смекалка, рациональность куда-то пропадает. Мы теряемся, мечемся от одного варианта к другому, принимаем совершенно недальновидные решения. Вы скажете, ребят, с чего вы начинаете? Я хочу, чтобы мы посмотрели на себя самих и сделали внутри сегодня несколько решений для собственной жизни. Вообще люди демонстрируют более рациональный взгляд на проблему, если она не касается их самих. Как только касается их, начинается паника. Библия полна таких советов. Библия полна советов не для того, чтобы решать твои вопросы прямо сейчас. Там советы, которые даются для решения внутреннего конфликта и внутренней цели, которые у тебя стоят в жизни. Если вы посмотрите на библейскую подачу советов, они касаются твоего положения перед Богом, твоего положения вообще перед ситуацией, не решения вопроса прямо сейчас и где в чем логика. Давайте сегодня посмотрим три совета от трех величайших людей Библии. Ишуа, царь Давид и Равшаул. У них есть выражения, которые меня коснулись и мне хочется с вами поделиться. Например, Ишуа говорит, одно лишь нужно. Царь Давид говорит, одно лишь желал. Павел говорит, одно лишь делаю. Есть одна вещь, которая у них становится опорой для них и для совета для других. Еще я повторю. Ишуа сказал, одно лишь нужно. Царь Давид говорит, одно лишь желал. Павел пишет, одно лишь делаю. И вот слово одно. Что-то основательное, что-то особенное, что-то дает нам основы для переживания отношений с Богом. Первое, начнем со света Ишуа. Эта история, которую я зачитаю, чаще всего ее читают, как будто это что-то, знаете, одноразовое. Вот, случайно пришел, случайно поговорил, случайно там одни до других наехали. То есть, как будто случайно. Но на самом деле история не связана с незнакомцами. История связана с людьми, с которыми Ишуа уже подружился. Он заходил не один раз к ним домой. Они, можно было сказать, они были его друзьями. Как многие из нас уже знают друг друга очень давно. Ишуа не был чужим для этой семьи. Лука, 10 глава, с 38 по 42 стих. «Подолжение пути их». Мне всегда интересно так смотреть Библию, читать медленно, но, как бы сказать, внятно для себя, задавая вопросы. Я, когда читаю Библию, я всегда задаю вопросы. Почему, кто, когда, зачем, какие обстоятельства, что оно говорит мне. И вот 38 стих. Смотрите. «Продолжение пути их». А дальше, говорит, пришел Он. А где остальные? У меня, понимаете, как я думаю, да? Они шли, а Он пришел. Почему-то к этим женщинам домой. Но на самом деле, говорится о том, что вся компания. И Он пришел. То есть, имеется в виду, Он пришел со своими учениками в одно селение. Здесь женщина по имени Марфа, или же на украинскую мову, это Марта. Так что у нас, если будете слышать, что я буду говорить Марта, это не 8 Марта, это Марта, женщина, которая из Писания. Хорошо? Марфа приняла его домой. Свой. Как будто чужой, что можно было принять. У нее была сестра именем Мирьям, или Мария, которая села у ног Ишуа и слушала Слово Его. То есть, Он проповедовал. К чему я говорю? Чаще всего думается так. Он пришел домой, пока они кушали, ну, говорили кушать, Он что-то ей говорил, а она открыла рот и слушала. Если они все и шли, то пришли всей толпой, и Он имел дискуссию за своими учениками. Почему-то здесь не упоминается Лазарь, который был их старшим братом, который мы читаем, что он даже где-то умер немножко, Иисус его воскресил из мертвых. Я не знаю, какое время именно это было, но здесь ситуация именно такая, что, а где Лазарь? Ну, понятно, мужики, как в любой синагоге, сидели и говорили о Библии, о Писании. Вот этот момент, что выслыпали лишь, какая обстановка была. И он говорит ученикам, Марфаши, заботясь о большом угощении, подойдя, сказала, здесь восклицательный знак стоит, Господи! Я представляю, если бы это было в Одессе, она бы сказала, Господи! Достало это все! Можешь ты сказать Марии, пускай она поднимет пятую точку, пойдет, мне поможет. Вот так звучит? Почти. Это культурный образ здесь написан, более мягко, то время, греческими словами, чтобы можно было потом понять, его перевести на свой, одесский колорит. Марфаши, заботясь о большом угощении, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне. Ишуа сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Я не знаю, что слово отнимется у нее, что это значит, но я имею догадку. Я потом вам расскажу. Тут я бы хотел еще использовать именно украинский перевод для более сочной изюминки, именно донести всю ситуацию. Я не буду все читать, я буду читать 40-й, 41-й, 42-й стих. Господи. Вот это слово Господи, это не обращение к Богу. Можно, чтобы вы поняли, это не было обращение к Господу, именно как к Богу. Мы же начали так, Господи, можно сказать. Но на самом деле, на еврейском языке больше так, как уважительно говорилось, слыха дони. То есть, пробачьте Господин, или мужчина. это вежливое, довольно-таки обращение, нормальное, как бы, верное до человека этого часу. Ценность верное до Бога, эмоционально. Это обращение к мужчине, и, извините, да, как бы, Господин. Это, да, и вот она, Господи, тебе байдуже? Это уже немножко другой акцент. Такой, Господи, Господин, разве тебе все равно, что я парюсь на кухне? Разве тебе байдуже, что сестра моя всю работу звалила на меня саму? Скажи ей, чтоб допомогла мені. Скажи ей, чтоб допомогла мені. Ишуа підводил ей и говорит, Марто, Марто, ты торбуйся и журишься про много вещей, но необходимо только одна вещь. Борщ. Шутка. Марія же выбрала те найкраще, чого в ней никто не відберет. Вполне нормально и логично для всех нас, да, более, те, кто уже в Одессе живут, знают, что мы сильно хлебосольные такие, да, мы очень любим принимать людей. Часто, еще в 90-х годах, когда приезжали иностранцы, говорят, ну, ваш народ, ну, любит, умеет встречать. Мы, говорят, зайдите к нам на огонек, да, или там на завтрак, и вместо завтрака у тебя же и полдень, и ужин, и обед, все в одном лице. Оливье, нарезка, что-то еще, тут чай, кофе, капучино, шоти, и ломается стол от того завтрака, который мы приготовили. Или нет? Мы очень, мы общие, это норма, нормально иметь именно гостеприимство для любой хозяйки. Это будет ненормально, когда хозяйка негостеприимства, негостеприимна. Что пришли? Что хотели? Чаю? Еврейский дать вам? Знаете, какой еврейский чай? Горячая вода. Вы что думаете? Мне говорили, в 90-е годы немцы присылали нам гуманитарку. Даже чай там был в пакетиках второго отжима. Поверьте, и это было. Но вполне нормально, вполне нормально, когда ты приходишь в гости, и за тобой, как бы, хозяйки, они беспокоятся о том, чтобы что тебе дать, подать, красиво. Это у нас норма. Вполне нормально, когда приглашаемая сторона щедра в своих заботствах. Правильно? Что же такого? Что же такого случилось? И нам хотелось бы понять всю эту логику, когда Иешуа делает одного человека как бы так пальцем ему но-но-но, а другому ап, и у ног моих села. Извините, это из песни, помните, да? Вот в чем логика? Давайте предположим, что мы не знаем всех обстоятельств визита Иешуа в дом Марии и Марфы. Мы не знаем, почему они туда пришли, по приглашению, не по приглашению, проходили мимо или нарочно, как у нас бывает, зачем предупреждать, зайдем и покушаем. У нас же так было, зайдем и посмотрим, у вас что-то еще есть, мы хотим поговорить с вами. И тут начинают с холодильника все подавать, тебе поели, ни о чем не говорили и ушли домой. В чем проблема здесь была? Возможно, Лазер, как старший брат, участвовал в рассуждении Писания, а остальные ученики с любопытством, интересом разговаривали о сущности Писания, исполнении Писания, потому что Ищуа говорил об исполнении Писания, он учил их, и мимо Мириам пробегала с Винегретом, услышала, у нас есть же такие сестры, которые любят послушать, что происходит у братьев? Нет? А что, о чем они говорят? А что же, какие Писания? А что же интересного? У нас же сестры все хотят все знать. И Мириам, наверное, было, ну, как бы, не особенным таким. Она, как и было, как все. Как люболи и побытный человек. И вдруг там какое-то слово, и они рассуждают, и она такая, о, круто. Не, нормально. И раз и такая села, задумалась и забыла, что она помогала сестре, она кормит 13 минимум человек. у нас же так же тоже бывают сестры, братья тоже. Что-то нужно делать, мы кипишимся, что-то устраиваем, и тут мы забываем что-то. А другие служащие, Мири, это Марфа, она же служила, она вдруг сразу вопросы. почему она не помогает. А у меня вопрос был такой следующий. Мадам Марта, вы что, не готовы были гостям? Зачем кипиш поднимать? Или что такого было странного, именно нужно было приготавливать, что нужно было устраивать, как Геволт, наезжать на Марию, сестру свою, чтобы она ей помогала. Наверное, много дел было. Знаете, что вообще мужчинам нужно? Логика. Вообще-то. Не то, что вы наложите винигрет, колбаса, там что-то еще, кольбаса, вся вида мяса, там еще приготовлено борщи, какие-то еще справа, европейский. Но самое главное для них, если вы посмотрите, дайте им буханку хлеба, молоко и еще меду. Дайте им. Они же не обращают на цвет, на приготовление, на разукрашки. Главное, что мы сидим и молча кушаем, или разговариваем, и все поедается. И вопрос, что нужно было делать такого за угощение, что можно было просто взять их много питы, или же там мацы, набрать там после Песоха, дать им молока теплого и этот самый меду, или там каких-то фиников. И кушайте, братья, разговаривайте, ведите братское служение, разговаривайте о Писании. Но все-таки суета, жизненных забот зачастую стоит во главе угла для каждого человека, тем не только для Марфы. Для нас с вами забота о ситуациях или же решения каких-то вопросов становится угловым решением, вместо того, чтобы делать правильное решение. Мы все заботимся на показуху, на работе, служении, и мы не замечаем наше отношение к друг другу. При этом виним чаще всего того, кто пришел с гостями. То, что произошло с Мирием. Она села возле Ишуа и начала слушать то, что он говорит, а говорил он слова жизни. То, что давало ей понимать. И поэтому у нее, Марта, у нее то, что она сделала, не отнимется. она не забудет тех слов, которые я говорю. А в твоей суете ты мимо пробегаешь, одно слово услышала, а что не дочу, то что сбрыхал. Слово брыха на еврите это бассейн. Чтобы так. Понимаете, да? И момент здесь чаще всего, особенно здесь происходит с Мирием, она села услышать. Марта приходит и наезжает не намеряем, не подошла стихонько и говорит, сестра, пожалуйста, помоги, я просто зашиваюсь. Она говорит к Ишуа. Типа слеха. Что? Скажи ей, скажи ей, пускай идет на кухню, работает. Знаете, что это означает? Ты пришел в мой дом, стал виновником того, что я пашу, как ломовая лошадь. Моя сестра, которая помогала и любопытство разобрало, она сидит и слушает, что ты говоришь. Кто виноват? Ты. Если ты виноват, скажи ей, пускай работает. Запутал совсем вас, да? Я вспоминаю свою маму очень часто. Она мне, прочим, позвонила случайно. в полпятого утра звонок такой. Я пока проснулся, посмотрю, мама звонит, думаю, что-то случилось. Раз потом перестала звонить. Я к ней, она как бы не звонит. В том, через три минуты звонит, говорит, ой, сыночек, ты спишь, да? Я говорю, мама, ну, как бы так, 4.30, она, ой, прости, пожалуйста, случайно. Знаете, у меня мама очень богобоязный и боголюбящий человек. Ну, в реальности, она каждый день читает Библию, она находит всегда какие-то христианские литературы, ей надо всегда прочитать. Все, что у меня есть на русском языке в доме, она все перечитала. Христианскую литературу, пособие по обучению, как бы так, для МГБи, которую мы там переводили, и все. Она все прочитала, у тебя нечего читать, она очень такой, знаете, любит все. Если был Сианел, она бы смотрела Сианел, сейчас она слушает радио христианское, ей нужно всегда быть в этом поле, знаете, рассуждения, все остальное. И вот для меня это один из примеров, как вот посвятить свою жизнь изучению слова, хождение с Богом, молитвы, да, но иногда, когда к нам приходили гости на эра в шаббат пообщаться, это всегда вокруг было стола, если вы знаете, что эра в шаббат вокруг стола, ты приглашаешь людей, чтобы пообщаться, поговорить, помолиться, знаете, какие-то вопросы решить, особенно писание, и всегда с моей мамой становилось какое-то чудо, она менялась. вдруг из невинного одуванчика она становилась немного недовольным, бурмочащим и дешимама, и при этом служит людям, помогает, там, все такое. Она суетилась помогать людям, вот, в накрывании, там, еды и все остальное, и бормотала под нос так, чтобы я слышал. Чего они пришли тебе объедать? Но вдруг бывало и такое, что во время какого-то всего, когда люди начинают говорить и обсуждать что-то, она вдруг услышит тему, которая сильно нравится, и ей хочется пообщаться на полтора часа с ними. И только на темы, которые ей интересуют, ее вопросы. Там еще было очень интересно, она забывала, что нужно было вообще помогать. Вот эта картина напоминала мне и Марфу, и Мириам в одном целом. А почему я говорю об этом? Наша любовь к Богу делает нас с ревностями по его делу. Мы любим Бога, мы хотим делать все, что очень сильно, классно, с уникальными какими-то вещами, рецептами, чтобы было заметно. Мы готовы служить в суете, не замечаем наше состояние к тем, кто просто увлекся у ног Ишуа сел. Мы иногда хотим нашей сути, в нашей ревности, любви к Богу, хотим послужить, и настолько мы загружаемся, что вдруг у нас отношение к людям, которые не помогают вам в том или другом деле, становится отношением. Хватит лясы точить, хватит говорить, хватит рассуждать. Мирием села у ног Ишуа, слушая глаголы вечной жизни. Она хотела услышать для себя то, что у нее не заберется. Это не только в служении, но в нашей повседневной жизни. Нам не хватает времени для общения с Ишуа. Мы хотим много что делать. Мы хотим служить, мы хотим ездить, мы хотим навещать, мы хотим сделать работу в доме и все остальное. И приходит момент, где мы в своей суете недовольны тем, что происходит. Поэтому Ишуа говорит, она выбрала лучшую часть. Не потому, что ничего не делает, а она взяла и села, чтобы послушать то, что поможет ей в жизни. Как многие из нас сегодня похожи на Марфу. Как ты позволяешь моей сестре сидеть без дела у твоих ног? Когда я сама делаю всю тяжелую работу, чтобы принять гостей, как положено, скажи ей, чтобы она помогла мне. Что пользы в пустых размышлениях? пусть лучше она покажет это на деле, свою любовь. Как я уже говорил, чаще винить того, кто все это придумал. Я знаю, что есть люди, которые говорят, ой, Рэбе опять задумал делать детский лагерь. Боже мой, сейчас начнется. Опять он задумал иметь ретрит. на это должны все работать, должны все пахать, все должны участвовать в этих всех делах. А когда же вообще отдыхать нормально в Господе? Послушайте, строгое обличение Марфы указывает нам лично важность отделения времени для живого общения с Богом. Он не упрекал, что она служит всей компании 13 человек, минимум 13 человек. Он не упрекал это. Он говорит, она выбрала момент и мгновение, чтобы сесть и услышать, что поможет ей в жизни. А ты вместо того, чтобы смиренно просто, наверное, и остановиться в своей суете, присоединиться, потому что нам много не надо. Нам нужно буханка хлеба, молоко и мед. Все, что нам нужно. Не нужно эту суету делать, но услышь те слова, которые нужны для того, чтобы измениться. Ишуа указал на то, что говорил Моисей Израилю в книге Второзакония. Важность не прожить жизнь на земле, питаясь хлебом и тем, что у нас есть, но научиться и измениться в отношении своими с Богом. Ишуа сказал, написано, не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящее из уст Божьих. Мы с вами очень часто цитируем это место Писания. Вот, что сказал Ишуа. А мы цитируем его и не думаем, откуда же он цитирует, потому что написано в Писании. Кто из нас имел время посмотреть, о чем вообще сла речь, когда Ишуа говорит эти слова, написано, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящее из уст Божьих. В чем контекст этого выражения? А написано это вообще во второзаконии. Он возвращается к слову, которое, возможно, они там общения имели, они рассуждали откровение, которое нужно было, и Мирием услышал откровение, село у него ног и говорит, вау, вот это то, что мне нужно. Я прочитаю вам 8 глава 2 по 10 стих. И помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли ты хранить заповеди его или нет? Воу, 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 секунду, секунду, все эти трудности, которые мы переживаем, эти болезни, эти вот ситуации, нефаска хлеба, перепелов, жара, воды нет, вот это геволт, бунты всевозможные, это что? Что это такое? Что это было? И он говорит, чтобы я вообще-то узнал, будешь ли ты хранить заповеди мои или нет? Спасибо. У нас же так же бывает, когда мы проходим все трудности, переживания, мы орем к Богу, а Бог говорит, вообще-то это мне нужно, чтобы узнать, а ты будешь хранить завет мой или нет? Останешь ли ты верным или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всякими словами, исходящим из уст Господа, живет человек. И то есть, другими словами, Марта, ты очень беспокоишься, хлеб там, все остальное, готовишь, все классно, но не этим только будет жить человек, не только для этого нам необходимо, нам необходимо остановиться, услышать для себя. И там перечисление очень интересное, одежда твоя не вешала на тебе, и ноги твои не пухли. Вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. И так храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его, и бойся его, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники, озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо из гор, в которой будешь высекать медь. Когда будешь есть и насытишься, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Все то, что вы проходите, и когда ты пройдешь его, ты получишь обетование, то когда ты насытишься, когда ты увидишь исполнение того, что Бог обещал в твоей жизни, ты должен что сделать? Поблагодарить Его. Поблагодарить Его. И здесь, как именно такая часть есть, ты суетись сильно много, но сядь, остановись, посмотри на все это, услышите слова, которые есть в жизни, а не смерть, и поблагодари. Никто у тебя это не заберет, у Мирием это никто не заберет. Не просто суетой своей ты будешь служить Богу. Мы суетимся все, говорит Марфия Ишуа. Суета в служении не единственное, что кормит человека, но для удовлетворения жизнью, данной тебе Богом, нужно питаться Его словом, Его обещаниями, Его благословениями, Его любовью. Друзья, суета, даже если она во имя Бога не должна тебя отвлекать от того, чтобы сидеть у Его ног и поучаться в нем день и ночь, приобретать отношения в том, что Он всегда с тобой и никогда тебя не покинет. При всей нашей суете нам нужно уделять время, чтобы понимать и благодарить Бога за то, что происходит. То, что Ишу отвечает Марфе, это указание на ее чрезмерно озабоченных мирских привычках и желанием угодить приглашенным в ее дом. Богу на самом деле не все равно, что на тебя возложена такая забота. Мириум говорит, разве тебе все равно, вернее, Марфа говорит, разве тебе все равно, что я так сильно служу? Богу не все равно. Богу не все равно, что вы служите бедным, что вы ездите в разные места, что вы помогаете людям, что вы приходите сюда, вы прославляете Богу, и вы устаете. Богу не все равно. Бог это чтит, но при этом Он хочет, чтобы мы слышали Его Слово. Потому что вера приходит от чего? От слышания. А слышание от Слова. Поэтому нам нужно останавливаться иногда в своей суете, чтобы услышать для себя Слово жизни для себя внутри. Я думаю, что Ешуа просто хотел сказать, Марта, ты все, что приготовил, это круто. Приготовил, что вкусно. Но если бы ты слышала, что говорил Андрей, как твой брат Лазарь рассуждал над Писанием, даже мире заслушалась, она выбрала послушать то, что насыщает Дух. то, что невозможно у нее будет забрать. Так что, друзья, одно лишь нужно, Ешуа говорит, одно лишь нужно, знать, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уз Божьих. И нам нужно их слышать, эти слова. Не пробегать мимо, не возмущаться. Как я уже сказал, вера отслышания отслышания Слова Божьего. Второе, что царь Давид пишет, он подсказывает нам хороший совет для всех нас. Открутите, если у вас есть местописание, Псалом 26, 4-5 стих. Давид выражает одно желание его в жизни. Одно желание его в жизни. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господне во все дни жизни моей. Одно. Для чего? Созерцать красоту Господню и посещать храм его, ибо он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Одного я хочу, одного я хочу в жизни пребывать в доме Господнем все дни моей жизни. Для чего? Чтобы Бог меня укрыл, утешил, услышал, сберег меня, дал мне исцеление. Другими словами, он намекает нам на одну простую вещь. Друзья, если вы хотите иметь безопасность в своей жизни, Божье внимание, Божье откровение, Божье заботу, вы должны понять, только в доме Господнем можно найти это. В других местах не найдешь. Один день во дворах твоих лучше тысячи других. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Он говорит, даже у порога быть. Я хочу быть в доме Божьем, потому что в день бедствия он меня укроет, он сокроет меня. Сегодня уже в течение двух тысяч лет нет Божьего храма, куда бы можно было прийти и воспользоваться советами Давида. Но есть поместная община. Есть поместные общины, где бы вы ни находились. И Всевышний там пребывает, проявляет свою заботу о народе своем. Да, вы можете сказать, Бог, сотворивший вселенную и все, что находится в ней, Господь небес и земли живет в нерукотворных храмах и не нуждается в служении человеческих рук, не испытывает ни в чем недостатка, ведь он сам дает каждому жизнь, дыхание и все остальное. Да, действительно, вы правы, Деяние апостолов, 17 глава, 24-25 стих. Но знаете, со словом Мешуа можно сделать выводы, что его община является прочным оплотом людей, искупленных и драгоценных ему. Соединенные одной общиной и врата ада не одолеют ее. Он говорит Петру, он говорит обо всей общине, не об одном человеке, он говорит обо всей когеле, то есть об общине Божией. Лишь потому, что ад не может противостоять общине Божией, нам нужно быть не просто членами общины, но непосредственно ее участником, быть частью организма, который Бог строит в каждом городе, в каждом городе. И ни одна, две, три сотни нам никогда не будет недостатка о том, чтобы иметь место, где люди собираются. Будьте внимательны друг к другу, Писание говорит, побуждая друг друга к любви, к добрым делам, не пренебрегая собранием общины, что у многих уже вошло в привычку, но ободряя друг друга, давайте поступать так с еще большим усердием по мере того, как приближается день Господень. Время последнее, и я, как Давид говорит, одного хочу я пребывать в Доме Господнем. пребывать там, где необходимо нам понимать, что Бог делает, где мы на самом деле не просто собрались поговорить о каких-то проблемах, где мы можем помолиться друг за друга. Многое может усилена молитва праведника. Если мы оправданы, мы считаем праведниками оправданной кровью, что мы можем молиться друг за друга, где мы именно решаем вопросы друг друга помощью гуманитарной, либо какой-то финансовой, либо какие-то вообще заботы. Вообще можно прийти поплакать, посмеяться. Мы сегодня молились за ребенка, мы посвящали его Богу. Это организм, который Бог поставил здесь на земле для того, чтобы наслаждаться этим присутствием его. Это место. Нам необходимо место встречи друг с другом. Да, может, здание. Идите в домашнюю группу. Сделайте еще что-то. Но общение друг с другом, где мы говорим друг к другу, когда мы имеем общение друг с другом, то кровь и шива очищает нас что? От всякого греха. Это, конечно, другая тема, но очень важно понимать и это. Нам нужно не только место, но и люди, которые нам служат в служении. нам нужны те, кто носят наши бремена. Нам нужны пастыра, служителя, пророки, учителя, евангелисты. Об этом говорит Писание. Нам нужно в теле Мессии эти люди. Нам нужны община, где мы можем расплакаться, смеяться, жениться, молиться, хоронить. И Давид говорит, одного хочу я. Одного пребывать в доме твоем. Служащим в доме Божьем тоже есть насущное от Петра. 1 Петра 5, 1-4. «Потому я призываю вас, руководители собрания среди вас, сам будучи руководителем, свидетелем страданий Мессии, равно как и сопричастником предстоящей славы, спасите Божье стадо, доверенное вам опеке, наблюдая за ним не из принуждения, но охотно, как того желает Бог, и не за корости колесных стремлений, но с усердием и не как эгоцентричны, господствующие подопечными, но как те, к примеру которых следует паства. И когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венец славы». Говорит сегодня каждому служителю, каждому, который участвует в жизни других людей, для того, чтобы мы наслаждались в Доме Божьем присутствием. Забота друг от друга, духовный рост может приходить в Дом Божий, как говорил царь Давид. Оно будет только в этом месте. И одного я желаю, к тому стремлюсь, быть в этой части. Молитвы верующих людей многое могут, и когда мы вместе. И к какому же выводу мы приходим, братья, пишут Павел 1 Карифенов 14-26 стих. «Всякий раз, когда вы собираетесь, пусть каждый подготовит псалом или учение или откровение, либо же использует свой дар языков, даст истолкование и все, что пусть будет для назидания. Где? Сам себе пришел дома, у тебя и псалом уже есть заготовлены, языки, истолкование и все. Ты сам себе пропел, как режиссер, протанцевал, себе и сказал, о, все, наслаждаюсь сам собою. Это все для общины. Третье, последнее, уже мало времени, но надеюсь, я успею. Павел настаивает на одном важном действии. об одной вещи, которую он настаивает, одна вещь, которую он делал и делает. Апостол, последователь Мессии, Рав, Шаул, Павел, посланник филиппийцам пишет следующее. Братья, я лично не считаю, что уже приобрел это, но делаю вот что, забывая то, что позади меня, устремляясь к тому, что находится впереди. Я по-прежнему упорно двигаюсь к цели, чтобы получить награду высшего Божьего призвания в Ишуа Мессии. Вы скажете, и что, здесь одно украинскую мову, браты и сестры, я не считаю, что я достигну мети, потому что есть одна вещь, одна вещь, которую я всегда поддерживаю. Вещь, которую я всегда поддерживаю. Это вещь фундаментальная. Я не думаю про то, что лишилось в минулому, а делаю все возможное, чтобы достигнуть того, что вперед у меня в будущем. Я докладаю усилия, чтобы добути ту небесную виногороду, которую Бог поклав меня одержать через Ишуа Мессию. Одну вещь предлагает апостол. Знаете, какую? Оставить прошлое. Не забыть. Потому что дальше он вспоминал, каким извигом он был. Мы не можем забыть то, кем мы были, что мы сделали, как нам люди поступили, что они сказали, как много они нам натворили, какие предателями были, и что происходило, мы не можем забыть. Но знаете, что он говорит? Это уникальная вещь. Он говорит о том, чтобы мы оставили в прошлом то, что происходило тогда. Оставили. И говорит, оставляйте обиды, оставляйте унижения, оставляйте то, кем вы были, к той жизни. Она оставлена в прошлом. Остремитесь вперед, как достиг меня Мессия. Это выше чуть-чуть стих. Я стремлюсь именно так, чтобы достичь, как он достиг меня. Нужно оставлять прошлое, стремиться вперед. Другими словами, оставив прошлое, двигаться только-только в направлении, где мы получим наше вознаграждение, которому мы призваны, друзья. Для того, чтобы оставить прошлое, давайте вспомним, что Иешуа учил. Каждый, кто оставит ради меня дом, братьев, сестер, отца, мать, детей, землю получит в сто крат больше и приобретет вечную жизнь. Он не говорит развестись, оставить, бросить, уехать, потому, что надоели и дети, и жены, или мужья, работа, или что-то другое. Он говорит, нет, нет, а потом кричать, я христианин, пошел миссионером где-то в Африку, понимаете, не об этом он говорит, он говорит, приоритеты, то, что для тебя раньше было приоритетно, да, быть, ну, по жизни, дом, квартира, жена, дети, все классно, круто, чтобы показать всем, как ты счастливый, какой ты мужик, классный, и все у тебя хорошо. Если ты этот приоритетом становишься, где ты находишься? Если тебе приоритетом становлюсь я, то все остальное, Писание говорит, оно покроется. Ищите прежде Царство Небесное, а все остальное прилепится к вам. Оно придет, оно к вам, и дети, и работа, и другие покроются дела. Но он говорит, ради меня, если вы все не оставите, вы не войдете в Небесное Царство. Но необходимо забыть наши обиды, предательства, разочарования в людях и унижения. Отчуть поражение к цели, которая дана нам в Боге. Матфея 5, глава, 44-48 стих. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете с нами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. Он говорит, вы будете делать, вы будете делать как отец. Ему нет разницы, над злыми поднимается Солнце или над добрыми. Он не смотрит. Он продолжает быть тем, кем Он есть. И Павел говорит, забывая прошлое, забывая ситуацию, поверьте, Павел, он спорил с апостолами. 13 лет он ждал, чтобы его высвободят служение. Горечи там было достаточно много, если можно так взять, да, но он говорит, я не базируюсь на том, что я не получил, я забываю обиды, унижения и так далее. Его предали собственные братья по вере, когда отдали его в Иерусалиме фактически под суд. Верующие в Мессию люди предали его за то, что он говорил о том, что для неевреев не нужно обрезание. Они считали, что все, если он покаялся, то нужно проходить через весь закон Моисея. А он об этом говорил нет, поэтому и его предали. Нам нужно забывать обиды, нам сложно забыть боль, сложно забыть то, что происходило в жизни. Но Павел говорит, я не забыл, но я оставляю за собой право не возвращаться обратно как свиня на свою блевотину. Павел вспоминает много что. Писание вы посмотрите, он вспоминает, но он не останавливается как проблема, как боль. Римляна 8. Так что я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие небесные правители, не уже существующие, не то, что будет существовать, ни власти сверху, ни власти снизу, ни какое-либо другое творение не может отделить нас от любви Божьей, приходящей к нам через Мессии Ишуа, Господа нашего. Знаете, почему я почитал это место? Потому что любовь, которая излила сердца наша Духом Святым, должна ставить нам одну фундаментальную позицию. Потому что любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прокритятся, и языки умогут, и знамения упразднятся, а любовь никогда не проходит. Так что, дорогие друзья, можно продолжить сегодняшнее собрание следующим, или подвести итог. Вот три только, которые способны изменить мою жизнь и вашу. Жизнь, если это, так можно сказать, духовную жизнь. Эти три только являются основным гарантом для людей, которые ищут Бога, хотя очень и очень сложно в этом оставаться, потому что все Писание Бога вдохновенно, полезно для обучения истины, облечения греха, исправления и наставления в праведности, праведном поведении, потому пусть всякий человек, принадлежащий Богу, будет снабжен всем необходимым для всякого доброго дела. Это 2 Тимофея 3,16. Эти три только можно объединить для себя постулат. Эти три только. Только одно лишь нужно быть у его ног, у ног Ишуа. И одного лишь желают, чтобы быть в Доме Божьем и быть его строителем. Одно нужно для продвижения вперед в познании Бога, это оставляешь прошлое, не только обиды, боль, но прошлую жизнь и двигаться в призвании, которое Бог дал сегодня для тебя. Возможно, это сегодня сложное послание поможет нам потом разобраться, где мы. Только одно и только одно. Сегодня еще это просьба. Я хочу повторить еще эти вещи, которые я читал чуть выше. Ишуа сказал одно лишь нужно. Давид написал одно лишь желаю. И Павел одно я делаю. если мы будем на этих основах строить свою жизнь, я верю, что она радикально изменится. Давайте мы сейчас просто помолимся, чтобы то, что я сегодня дал, наверное, его сложно переварить за один раз, потому что нужно свою жизнь немножко по кусочкам разобрать, по минутам даже подумать. звонок мамы в 4.30 наверное, такого рода было пробуждение для меня, чтобы я начал не только думать, но и разбирать себя по кусочкам. Где я? Как часто я сижу у его ног, чтобы вообще понять, что он говорит и что он требует от нас. как сильно я хочу быть в общине, что-то делать. Я понимаю, что кто-то может сказать, ну, это ваша вообще-то работа. Помните тот старый неприятный анекдот? мама, мы сегодня в синагогу не пойдем. Да ты что? Не, я не буду никого везти, ни детей туда, не буду, все, надоело, не хочу. Дай мне одну причину, чего я должен сегодня быть в синагоге. и мама изя, теребе. Мы можем улыбаться, на самом деле царь Давид говорит слова, наверное вся его жизнь была только на этом настроена. Одного я хочу, одного я желаю быть в доме твоем все дни жизни моей, потому что ты там скроешь меня в день бедствия. Ты там меня исцелишь, когда мне будет трудно. Ты там утешишь меня, когда я плачу. И ты меня возрадуешь, когда мне нужно ободрение. Я верю, что сегодня для нас очень тоже важно иметь это понимание. Одно только нужно. Одного я ищу и одно я делаю. Давайте встань. я знаю, что для нас, живущих в последнее время, суета этого мира становится частью нашей жизни. мы в этом головороте жизни забываем, что есть тот, кто имеет глаголы вечной жизни. На лету мы что-то делаем, что-то услышим. по пехах мы где-то что-то сделали, но Ишуа говорит о том, что одного всего лишь нужно, чтобы слышать мой голос. Возможно, у нас есть своя проблема с местом, где мы поклоняемся. Это церковь, это домашняя группа, это, возможно, большие собрания здесь в Одессе либо вдруг за границей. Но хочу вам сказать, что такого места, где вы привыкли бы, не будет всегда. Поэтому, что бы ни происходило у тебя в жизни, не оставляй этого собрания. То есть, не твоего, где ты там ходил 300 лет назад, где ты не так долго живешь, а там, где есть место, где можно напитаться его словом, где можно помолиться, где можно встретиться с ним и получить утешение, там, где можно послужить другим людям, искать им слово. И одно то, что точно нужно делать каждый раз, это прощать. Петр приходит к Иешуа, говорит, сколько раз, ну, сколько раз я могу прощать своему брату не семь раз, еще говорит, да, Петр, ты прав, семь раз умножить на семь десять. Оставлять прошлое, забывать прошлое, ты не забудешь, но оставьте обиды, оставьте ситуации, оставь, двигайся вперед, потому что Бог тебя зовет. оба сегодня в этом месте мы хотим принести все свое сердце. Я хочу сказать, я нуждаюсь в тебе, нуждаюсь в этих встречах постоянных, находиться в твоем доме, забывать прошлое, оставлять прошлое. Боже, сегодня много советов, но эти три совета, которые из Писания для меня очень фундаментальны. И я прошу сегодня ты тоже сделай эту работу в нас. Куда нам еще идти? Что еще читать? У тебя источники вечной жизни. И мы благодарны тебе за это. Спасибо. Субтитры